Всем привет, друзья мои, с вами снова Костя и моя сестра Аня, и сегодня у нас будет очередной вкусный мукпанк. Давненько мы не делали его вместе. И что у нас сегодня есть? Мы заказали одно из самых популярных меню в месте, которое называется BBQ Chicken. Мы там уже заказывали, но это не реклама этого места, просто я подхожу обычно к тому, что визуально именно нам будет интересно показать вам и попробовать самим в первый раз. Поэтому так сегодня легла монета, что это опять похожее место, BBQ, я тут уже один раз мы заказывали. Но опять же, они нам не платят, и это очень интересное уточнение, потому что сегодня мы поговорим о рекламе. Это называется Sot Tok, то есть здесь через одну на шашлычок нанизаны ток, рисовый ток и сосиска. Вот здесь соусом ян-нян, такой сладковатый соус, а тут какая-то посыпка. Сырная, скорее всего, это как читтос, мне кажется. Да, пахнет как читтос. Вообще вот так оно сделано. Я не понимаю, почему они нам сделали их с разными соусами, потому что я заказал просто Sot Tok. Но, видимо, они включают сами воображение. Потом мы взяли очень популярное блюдо, но оно не суперновое, но, по крайней мере, оно в последнее время часто появляется в корейских мукбангах. Это джамейка. Джамейка. Тонтак. Тари. Тонтак тари гуи. Да. Это, в общем, если переводить, ямайская курица какая-то. Ножка ямайская. Да. А что значит Тонтак? Тон. Тонтак это... Гриль. Кура гриль. Гриль. И, в общем, оно, как видите, без панировки, а именно такое... Оно сейчас называется Open Type. Типа, как будто это просто духовочный формат. И также мы взяли, как это называется, просто куриная кожа. Очень любят в Корее брать кожу куриную и в панировке просто её во фритюр засовывать. И это такая, как закуска. Как это началось? В KFC они выпустили меню, где вот была жареная кожа, и люди стояли часами в очередях, чтобы её попробовать. И то не всем доставалось, и поэтому другие места подхватили и начали делать тоже. В Корее свои приколы. Да. Тяжело представить себе, чтобы в России люди стояли за куриной кожей часами. Возможно, только во время Советского Союза. При распаде. Вот, так что сегодня мы попробуем. А, ещё у нас есть. Ну и чикен му, как всегда, это легендарная редька, которую обычно всегда едят с курицей. Ну, с чего начнём? Что мы сначала попробуем? Я хотела бы начать с куриной кожи. О, ладно. Потому что, ну, это легендарная редька, на закуску. Давай. Как будто я павел KFC, и вот остатки от планировки, ты живёшь, то же самое. Просто мне нравится, что такой большой кусочек. Мне нравится вообще. Я очень люблю жареную куриную кожу. Это стоит 3000 вон. Довольно дорого для просто кожи. Да, довольно дорого. 180 рублей. Ммм. Дай, какой-то пар хорошей. Обязательно. Вот так выглядит эта кожа. Просто самая обычная куриная кожа, но очень приятная на вкус. Вкусно. Так. О, немножко остренько. Угу. Чутка. Давай начнём с того, что... Чего мы так долго не снимали мукбанг вместе? А, вообще просто из-за того, что мы начали снимать мукбанги, ну и не только из-за этого. Из-за того, что мы начали снимать мукбанги, и я видел со своими друзьями... Тусила. Много. Много дней рождения было. Да, у меня 4 дня рождения подряд было. Угу. Ну и, конечно же, большая часть в этом это мукбанги. Что случилось? Шо ты такой вредный? Это шутки. Шо ты такой вредный? Ну вот. И это называется разъезд. В общем, я держала себя долго в ежовых рукавицах. Вот тут вроде и повод есть. Т-т-т-т-п. И я начала кушать, и мне было трудно остановиться. Поэтому... И не было времени сжечь калории. Да. И я еще потом потянула себе шею. То есть я, в общем, только кушала... Набрала вес. Ничего не делала. Да, и набрала пару килограмм. И меня это испугало, что я опять разъемся. И я где-то неделю худела. Ну не худела, а просто как бы держала себя в руках. Ну и как, нормально все придет? Ну, да, вот то, что я набрала, я уже скинула. Молодец. Но поэтому я решила... Отпраздновать же это. Отпраздновать. А дальше еще стараться. Угу. Давай попробуем... Перед тем, как мы начнем, главное блюдо, мы попробуем... Ток с сосисками. Его нужно кушать вот так. Ага. Ммм. 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 Ну, поступка тоже странная, очень сладкая. А у меня очень вкусно. Я в нем соус. Тоже сладковатый, но... Вот корейцы любят это сочетание соленого и сладкого. У них даже чесночный багет сладкий. Ммм. Но вкусно. Вкусно. Ммм. Нравится мне в Корее то, что самые простые ингредиенты, они могут так преподать, что это уже какое-то прям эксклюзивное блюдо. Ммм. Так к чему был мой комментарий вначале, что это не реклама? Потому что это очевидно уже, что, скорее всего, это не реклама. Аня мне рассказала... Точнее, я недавно посмотрел видео, но не придал этому большому значению, но Аня сказала, что это уже сейчас разрослось в такой всекорейский скандал. Ну, что на новостях, да. Связанный с блогерами. Ну, расскажи, что там, в чем суть, да дело. В общем, в Корее, как я вам говорила, к ютуберам вообще относится как знаменитость. Ну, и требует от них, поэтому большего. Да. И сейчас начался скандал. Если честно, я не помню, с кого именно он начался, но сейчас на всех ютуберов напали. за такого понятия, как пиконго. Это, грубо говоря, реклама за спиной. Нативная реклама в русском языке это называется, или как сказать? Ну, короче, скрытая реклама. Скрытая реклама. То есть, они нигде не упоминают, что это реклама. Ну, и там, например, вот тоже мукпанеры. В основном сейчас больше всего на мукпанеров нападают. Например, вот они заказывают еду, но они за нее не платили. И, возможно, получили еще сверху деньги, чтобы они вот это покушали. И они просто говорят, вот сегодня я хотела чикен, заказала чикен. Свои любимые певики. Да, и потом оказывается, что это в итоге была реклама, за которую они получают деньги. И за это корейские нетизены начали их очень сильно булить. То есть, ну, насколько все это вышло из-под контроля, многие супер знаменитые ютуберы, у которых даже больше 2-3 миллионов подписчиков, уходят с ютуба, записывая... Очень сильно мочить. Записывая видео о том, как им жаль, что они так поступили, предали их доверие. Их показывают по телевидению, в новостях. Такие заразы. Делают рекламу. Что... Ну, вот это, если честно, меня шокировало. А я вообще тоже, так как я на корейском ютубе снимала раньше вместе с компанией, я примерно знаю, что там как работает. работает, и просто вот все компании, которые предлагают рекламу, они всегда уточняют. У нас обычно есть какой-то контракт, и они выдвигают свои условия, говорят, не говорите, что это реклама, не делайте это явным. То есть, это сами компании говорят. Мне кажется, тоже в этом случае не должно быть буллинга блогеров, потому что они играют по тем рыночным правилам, которые существуют. Ну, только подожди, а корейцы почему это излили? Никто не будет наезжать на компанию, они будут наезжать на ютуберов, потому что, грубо говоря, это их осознанный выбор. Они хотели нажиться на подписчиках. Вот так они считают. Но, если честно, я вот тоже смотрела, что корейцы думают. Есть адекватные люди, которые говорят, блин, да вы просто завидуете, что они жрут и за это деньги получают. И всеми способами пытаетесь их вот на дно к себе опустить. И будете этому радоваться. Но от этого ваша жизнь лучше не станет. Как говорит половина, а другая половина говорит. Если ты начинаешь ютуб, у тебя есть определённая ответственность, у тебя есть как-то обязанности. Ну, вот это начинает морализаторство, которые... Они никогда не были на этом месте, у них никогда не было таких возможностей. Они такие, ну, я бы на твоём месте, конечно же, не отказался. Для меня, в принципе, важнее. Но эти люди вообще никогда не были. И правду в том, что практически все блогеры, которые есть в Корее, так или иначе делают скрытую рекламу. Но для меня это пока немножко, ну, не так серьёзно, потому что в российском ютубе это просто обычный формат рекламы. То есть с этим ничего не связано плохого. Есть определённые единицы блогеров, которые на нас не соглашаются, но с ними никто и не сотрудничает. Ну, давай попробуем сейчас, я расскажу про российский, а давай попробуем вот эту курицу. Она очень интересна тем, что её корейцы часто просто вот так съедают полностью и дёргивают просто косточку от ноги. Потому что, мне кажется, клёвого они придумали, что здесь вот эту кость они убрали. И, соответственно, у вас фактически просто ножка и куча-куча мяса сверху. И мне очень интересно это попробовать, потому что... Ммм! Ммм! Она такая пряная. Не похоже на то, что ожидаешь. Но это очень вкусно. Я думала, что будет какой-то копчёный вкус, но похоже на пряную курочку на кастре. Ммм! Да. Дымок определённый здесь есть. Но она не копчёная. Нет. Она просто приготовлена как будто на гриле. Очень нежная. Ммм! На шашлык похоже. Всё-таки BBQ хорошо умеют делать курицу. Всем советую, BBQ это лучшее курицу. Чем меня вообще вся эта ситуация шокировала? Ну вот я смотрела на какой-то русский YouTube. Некоторые там рекламируют какие-то приложения с покером на деньги. Или какую-то... Что в Корее? Нет, в России. Или непроверенная. То есть что, у нас столько рекламы, полнейших разводов. Нет. Реклама покера на деньги это в принципе нормальная вещь. Если покер в законе. Если покер вне закона, то скорее всего это конечно противозаконно. Но есть много мест, где покер он нелегален. И как бы если лицензированная компания предоставляет услугу игры в покер, я в этом не вижу ничего плохого. Потому что получить лицензию, это реально, ну, это факт того, что эта компания очень добросовестна. Потому что это очень сложная индустрия. Ну вот, например, к примеру, есть такие рекламы, которые вот, сейчас скандал у нас в России, рекламируют букмекеров, но не то что букмекеров, а каперов. Это рекламируют людей, которые говорят, вот я знаю секретный прогноз на эту игру, я помогу вам заработать кучу-кучу денег, платите мне, я буду давать вам все время прогнозы, закрытая группа в Телеграме, и, ну, короче, вы разбогатеете и будете как я. А сами в Инстаграме там ездят и в других машинах, короче, у них очень много денег, ну, короче, рисуют такую жизнь. Я никогда не видела, чтобы блогеры извинялись за то, что они это рекламируют. Не, я в России не понял. Даже если какой-то скандал начинается, они просто это все, ну, умалчивают. А Корея, почему меня вообще все это удивило, то есть доходит до того, что вот, ну, вот, например, вы смотрите мокпанер, вы смотрите просто потому, что вы хотите посмотреть, как этот человек вкусно кушает, правильно? И вот с ним, ну, например, вот компания BBQ, например, связалась с нами и сказала, пожалуйста, мы бы хотели, чтобы вы в своем мокпане поели наше меню, там, новое. Вот вам деньги. Вот вам деньги, вот вам бесплатная вот еда. И, то есть, они даже не говорят на протяжении всего видео, BBQ самая лучшая курица в мире, вкусно как? Просто поесть именно курицу. Ну, просто вот они вначале говорят, вот сегодня я захотел вот такую курицу, я заказал ее в BBQ. Все. Но из-за того, что ты там везде крупными буквами не написал все это видеореклама, все это спонсировано, в общем, их начинают булить настолько, как будто бы они просто вот реально, знаешь, насильники. Детей там убивают. Реально, сейчас на все каналы практически обрушились. Ну, вот просто насколько это нелепо, вот если в Корее происходит скандал с чем-то связанным с таким преступным, преступников всегда показывают по телевизору и мозаикой их лицо скрывают. А ютуберы, которые просто покушали еду и получили за это деньги, их на всю страну показывают, как будто бы, я не знаю, они вот предали страну, продали. Гуда-еда. И меня вот это вот очень шокировало, если честно. У меня личное мнение, ну, у меня, конечно же, профессиональная деформация какая-то. Я вот в российском ютубе работаю, и тут совершенно другие правила игры. С одной стороны, мне нравится реакция, ну, не то, что реакция людей, но то, что вот рынок как-то идет более честным, да, более честным и очевидным рекламным интеграциям. Но, с другой стороны, я не могу понять, почему настолько сильно критикуют тех людей, которые делали все в рамках закона, они подписывали контракты, это было все официально, просто не существовало на тот момент в Корее законодательстве того, что вот скрытая реклама является недобросовестной рекламой, и за это, типа, вы как-либо наказаны, потому что это было в законе. В этом нет ничего плохого, но вот сейчас меняют закон, и вот с 1 сентября вроде 20-го года будет уже вне закона как бы не отмеченная реклама, там, скрытая реклама. Ты знаешь, например? И тогда уже я буду, конечно же, за то, чтобы все отмечали и критиковали тех, кто не отмечает. Но до этого, ну, как бы, нету такой даже этического правила, что это вот кто-то придумал, вот эти хейтеры придумали, что любая реклама, если вам что-то досталось бесплатно или вам сплатили, вы должны всем просто на лбу написать реклама. Ну, это же очень глупо. Просто, вот, например, в Корее тоже недавно, с этого года вышел тоже закон, что в Корее запрещается ютуберам проводить эти конкурсы, гилэвэй, типа. Ну, например, вот есть же такое? Вот, если вы подпишетесь там на мой канал, оставите комментарий, то мы разыграем призы. И теперь это запрещается, потому что таким способом типа происходит накрутка, и теперь нельзя так делать. А сейчас так все инстаграм-блогеры в России развиваются? Нет, в инстаграме можно, но вот на ютубе почему-то я слышала, что такое запретили, потому что мы как-то хотели снять тоже с моей корейской, он не конкурс сделать, и у нас вот прям была дата ровно до вот такого-то месяца, мы должны были успеть. И что в итоге? Ну, мы успели, но сейчас, поэтому никто особо так старается не проводить. Там какие-то, в общем, это можно как-то обойти, но очень тяжело. Вот. Короче, мне кажется еще то, что Корея в каком-то будущем находится, потому что если сравнивать с рынком России, то, как я уже сказал, там реклама, ну как по умолчанию, вся реклама, она скрытая. Есть люди, которые говорят, что это видео спонсировано, и я так говорю в некоторых видео, но в целом, если ты будешь всегда, грубо говоря, продвигать то, что ну, я не буду говорить, я не буду что-то рекламировать, если я это везде не отмечу, не напишу, то с тобой фактически не будут сотрудничать. К примеру, мне недавно написали самая крупная компания технологическая в России. У них много-много разных платформ, но я не буду просто говорить, чтобы как-либо не задевать. Ну, у них был релиз, вот у них есть там онлайн-кинотеатр и так далее. И даже эта супертехнологическая компания, которая считается одной из самых этических в России, все ТЗ, которые они мне прислали, технические задания, нужно сказать вот так. Ой, вы знаете, я уже давно смотрю этот сериал, мне он так нравится. И вот мы с Аней хотели бы посоветовать вам тоже зайти на эту платформу и посмотреть этот сериал, потому что нам он искренне очень сильно нравится. И вот там нужно было говорить это в слово в слово. И это самая большая компания в России. И, соответственно, это показывает правила игры практически, да, какие существуют именно в России, потому что других правил игры практически нет. Бывает, европейская и американская компания тебе говорят, что, да, конечно, отмечайте там, что это реклама. Мы все, все наши американские блогеры так делают. У меня тоже такой был опыт, что иногда это было требованием. Но это были американские или европейские компании. В России этого правила нет. И мне кажется, что в будущем с развитием всех технологий, то это, конечно же, появится. И я всеми руками, ногами за. Просто, чтобы эти правила существовали для всех блогеров, чтобы мы понимали, что это требуется там. Именно вот такой формат. И тогда я с радостью буду одним из первых, кто будет в обязательном порядке это требовать, потому что это будет законом и законодательством. Поэтому вот моя позиция. Ну просто вот очень много людей пишут. Ну классно, наверное, зарабатывать просто на том, что ты на камеру живешь и о хрени какой-то разговариваешь. Но это же свободная платформа. От того, что мы это делаем, это не значит, что другие не могут этого делать. Просто вот это какой-то комплекс жертвы у многих людей, не только у корейцев вообще, у Америки. Ну, в общем, у всех в интернете. Вместо того, чтобы пытаться тоже, может быть, такое сделать, раз это в их глазах выглядит таким простым и легким делом, проще почему-то начать какой-то хейт, начать пытаться менять какие-то правила, лишь бы вот людям, ну, чтобы просто их выставить какими-то алчными. Людям очень не нравится, когда другие люди зарабатывают. Вот это можно сказать. И чем как бы ниже уровень жизни в теоретной стране, тем больше этот хейт. И, например, вот нам часто, ну не часто, но периодически люди там пишут, что вот у вас Патреон, вы еще на Патреоне хотите зарабатывать? Вы что? Вы должны бесплатно вообще все делать и рекламу из своих видео уберите. Потому что я не люблю смотреть рекламу, я не хочу платить за YouTube премиум. Но эти люди не задумываются, что блогером быть, это очень сложная и нестабильная работа. Ну, то есть, от тебя требуется очень много, и ты как раз подвержен вот всей этой критике извне, и у тебя как бы много рисков, что финансовых, что иных репутационных рисков. Но людям все равно, они просто хотят как бы до тебя докопаться часто. И поэтому не все, конечно же, абсолютно большинство, мне кажется, они суперздравомыслящие и такие, блин, да, конечно, мы вас будем поддерживать. Да, конечно, ну, вы не нарушаете никаким образом закон, никакие правила. Поэтому мы будем с вами. Ну, или просто не комментируют, а просто наслаждаются контентом, допустим. Но есть такие люди, которые вот любой сигнал того, что ты пытаешься как-то улучшить свою жизнь, ну, заниматься любимым делом, зарабатывать на этом. К сожалению, у многих это вызывает какую-то аллергию, и тоже просто так прилетает, да, это оскорбление. Блин, реально, это будет всегда так, Костя. Ну, вот, например, окей, я не зарабатывала на Ютубе, я, например, когда, честно, шесть дней в неделю, там по восемь часов работала, но я работала в баре, да, это был обычный бар, никакого намёка даже было. И я просто училась делать коктейли, мне нравилась вот эта атмосфера, это то, что мне нравится, но люди всё равно умудрялись до меня докопаться. Они прямо шли ко мне в Инстаграм и говорили. А ты это знали, да? Ну, поэтому я обычно, и раньше я это скрывала, потому что я не знаю, какое у них понятие о баре, но они, наверное, представляли, что я там в коротких шортах на стойке танцую или ещё что-то, но я просто делала коктейли и мыла посуду. А что, писали в Инстаграме? Ну, мне говорят, что, классно ночью работать, тело, ну, чуть ли вот не до такого, тело там своё продаёшь, классно с мужиками веселиться. Я такой думаю, блин. Это больные, больные ублюдки. Такое могут написать только. Я говорю, реально, если ты там не работаешь секретарём, и то, если бы я секретарём работал, нашёл бы ещё кто-нибудь. А, ты секретутка какая-нибудь. Там бы, что бы ты ни делал, если ты хотя бы немножко становишься успешнее человека, у которого сильно развито чувство зависти, они начнут тебя хаять за всё. Это грустно. Ну, в общем, да. В Корее в этом плане всё уже ещё сложнее становится для блогеров, наверное. Но, опять же, я остаюсь при своём мнении, что основная критика и санкции должны быть направлены для компаний, потому что они создают этот рынок, они специально создают контракты, где прям прописано. А блогер корейский показывал, что там именно нужно говорить определённые слова, нельзя чего-то упоминать, нельзя никакого упоминания других компаний. Всё это делать, конечно же, секретно. И этот контракт, он не длится, всё, вы выпустили видео, всё прекратилось. Обычно, знаешь, они прям прописывают вплоть до того, что даже после того, как сотрудничество закончится, вы не должны раскрывать правду, иначе мы вас оштрафуем там на 10 тысяч долларов. У них вот настолько всё они продумывают, что пишут даже такое. Ну да, корейцы вообще очень в контрактах умелы. Ну вот, например, я со своей Они, мы там вели Ютуб, она, ну она так немножко не разбирается, как вообще Ютуб работает, и она сама по себе шапоголик. И когда она узнала, что по бартеру можно получать кучу всего бесплатно, и просто, ну там, за ревью, да, за обзор, она в одно время там подала 30 заявок. Офигеть. Все эти компании сказали, а, да, конечно, мы пришлём вам свой товар. Ну то есть это не было, мы не получали денег за это. То есть она чисто... Бесплатный продукт. Баргар. Бесплатный продукт ей давали. И она такая радостная, говорит, вот он, я получила вот это, вот это, давай сделаем обзор на вот это. А я же знаю, как люди к рекламе относятся. То есть я такая думаю, блин, зачем мне снимать видео на 20 минут, где я буду расхваливать этот продукт, если мы даже, ну, на этом вообще никаких денег не делаем, лучше вообще не делать ничего. Но она этого не понимала. Она такая думает, вот, я хочу разнообразить наши видео, ну это же прикольно, то-се. И, в общем, всё это во что превратилось, что в одних комментариях, ну, люди начали очень негативно о ней отзываться, говорится, вот ты на нас наживаешься, одна реклама, смотреть я не хотим, ну ты мерзкая. Мне, как близкому её человеку, было неприятно. Хотя я всё время ей говорю, не надо это делать, не надо, откажись там, то не делай, то это, это за собой повлечёт то. Ну, она просто не понимала. А вот сейчас она так стрессует из-за всего этого. Корейцы, да, в основном это жалуются? Нет. Ну, там, как бы, русские, они просто говорят, блин, ну реклама задолбала, можно без неё? И я понимаю, что, ну, да, они имеют право это говорить, потому что, ну, она слишком перебарщивала. Но потом, вот когда начался этот скандал с корейским, корейцы, они прям, я же смотрю, какие комментарии кто оставляет. Они прям следят уже за блогерами. Да, они прям, знаешь, они вот реально, как будто бы она преступница, ей пишут. А почему это ты нигде не указала? В Ютубе можно сделать так, что прям будет высвечиваться, а, это видео содержит в себе рекламу. Да, да, да. Но она вот сделала эту отметку, но в описании под видео не уточнила ещё раз, что это реклама, потому что она подумала, ну, раз я в видео уже вставила это, зачем мне ещё где-то это писать? Ну, а вот эта кореянка или кореец, который написал огромный злобный коммент о том, что, да вот ты такая вообще бессовестная, тебе в тюрьму надо, тебе сейчас там оштрафуют, посадят, закрывай свой канал, вали отсюда нахер. И вот они просто не увидели эту отметку и решили найти, посмотреть, а вот тут вот нет, а тут не написано, а вот в этой секунде ты не упомянула. И вот она сейчас очень стрессует из-за этого. Ну, в принципе, с другой стороны, они ещё имеют право на это. Ну, как бы человек имеет право оставить отзыв, но, конечно же, тональность, это неприятно бывает. Но мне ещё кажется, что у нас тут как две полярности, два диапазона полярности, потому что, например, ну, меня тоже, конечно же, беспокоит там безнаказанность, бессовестная реклама. Например, когда рекламируют пирамиды. У нас реально очень уважаемые люди рекламировали пирамиды, ставки на спорт, какие-то ужасные финансовые схемы. И института репутации в России как такового нет. Ты можешь сделать всё, что угодно, и если ты, ну, как, пройдёт время, тебя всё равно будет любить, обожать, если ты, как бы, популярный, там, человек. Это, в принципе, ну, это уже, как сказать, это факт. И это та полярность, которой не хватает, мне кажется. Ой, это та вещь, которой не хватает в России, например. Даже хоть в какой-либо степени, чтобы там были какие-то санкции. Потому что часто наши блогеры просто вот раздевают своих зрителей тем, что вот вложитесь в эту, там, не знаю, там, пошлите туда 10 тысяч рублей, вам вернётся 30 тысяч рублей. Ну, таких схем было много. и, ну, как бы, их зрители им верят, доверяют, отправляют туда деньги, разоряются. А блогер потом не несёт ответственности в, ну, в российском законодательстве пока такого нету, что блогера можно привлечь к ответственности за недобросовестную рекламу. То есть там вроде как есть какой-то пункт, где-то какая-то статья, но потом там срок давности очень короткий, во-первых. человек, который пострадал, ему нужно ещё подать в суд на блогера. Обычно он же не на блогера подаёт, а на компанию. Поэтому блогер со всех сторон практически защищён. Но ещё не было ни одного случая, насколько я знаю, что какой-то блогер понёс ответственность за то, что втянул людей в какую-либо схему. А в Корее при этом, ну, там часто очень у человека рушится карьера при этом. И мне кажется, ну, это очень жёстко, но это справедливо для некоторых случаев. Правда, в Корее практически таких случаев, как у нас, сопоставимых не было. Бывали только, когда блогер там рекламировал каблетки от похудения. И говорил, кушайте, они помогут похудеть. И его чуть в тюрьму не посадили. Блин. Нет, это в принципе как-то есть чувство справедливости, но потом чувство здравого смысла, кажется, ну, так могут любого раздолбить. То есть, любой человек, который делает рекламу, его можно с той или иной стороны притянуть и полностью разрушить его карьеру. Так что, тут две крайности. Мне, конечно, больше импонирует, наверное, и больше близка крайность корейская. Но тоже пугают вот эти случаи, потому что мы сопричастны в какой-то степени этой индустрии, хотя мы являемся частью русскоязычного Ютуба, поэтому нам это что-то не грозит. Но мы, в принципе, находимся на территории Кореи, поэтому многие вещи могут нас тоже касаться. Да. Это очень сложно, видите, и непонятная вещь, сложная жизнь блогеров. Я думаю, что у тех людей, которые нас смотрят, будет множество мнений, кому-то может нравиться такой формат. В этом ничего нет плохого. кто-то может считать, как я, например, что некоторые вещи слишком гиперполизированные, слишком они нападают на обычных смертных людей. Но спасибо большое вам, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, вам понравилось то, что мы сегодня поели. Это было очень вкусно, честно скажу. Но не забывайте, что у нас есть патреон, где вы нас можете поддержать. И спасибо огромное тем, кто это уже делает. Спасибо вообще всем людям, которые нас смотрят, комментируют, ставят лайки и поддерживают. Ну а с вами была Аня. Подписывайтесь на инстаграм. Костя, подписывайтесь на мой инстаграм. А мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Пока.